МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа новости Большого округа. В студии Лилия Хайрулина. Смотрите прямо сейчас. Здравствуй, школа! Дети, прибывшие с Донбасса, сели за парты. Повысить безопасность. На портале Добродел новое голосование. Историю любви, вдохновляющая на подвиги. В Пушкина состоялась премьера музыкального спектакля «Король и Золушка». Об этих и других новостях прямо сейчас. Дети-беженцы, прибывшие в Подмосковье из ЛНР и ДНР, пошли в школы. Каждый ребенок получил рюкзак, учебники и концтовары. В нашем округе тоже есть ребята с Донбасса, которые сели за парты на этой неделе. С этого понедельника 64 ребенка, прибывшие с Донбасса, пошли в Зеленоградскую и Царевскую школы. Об этом сообщается в официальном аккаунте в соцсетях главы городского округа Пушкинский. Руководство округа подчеркивает необходимость того, чтобы люди не просто чувствовали себя в безопасности, но и как можно скорее были социализированы. Для школьников организован транспорт до образовательных учреждений. Дети обеспечены горячим питанием на протяжении всего учебного процесса. Ребята обеспечили всеми необходимыми канцелярскими предметами и учебными пособиями. Для 34 дошкольников организованы занятия с педагогическими работниками дошкольных образовательных учреждений округа непосредственно в центре «Родник». На портале Добродел организован сбор предложений по мероприятиям, направленным на повышение уровня безопасности и борьбы с преступностью в Подмосковье. Участие в голосовании может принять любой житель Московской области. Сбор предложений проводится по нескольким вопросам. Установка камер видеонаблюдения в общественных местах. Организация дополнительного патрулирования народных дружин по определенным маршрутам. Увеличение количества фонарей уличного освещения и другое. Голосование продлится до 21 марта на портале Добродел. Для участия в сборе предложений необходимо авторизироваться. После подведения итогов список адресов, отобранных для реализации проекта, будет размещен на официальном сайте Главного управления региональной безопасности Московской области. Для каждого сезона есть свои украшения в округе. Зимой мы наслаждались красивыми светящимися снежинками, снеговиками и другими инсталляциями. А сейчас пришло время весенних декораций. Все подробности у Марии Лихобавенко. На дворе весна, погода радует. А еще жителей Пушкина радует новое оформление набережной. Здесь на этой неделе установили соломенные чучела. Украсить набережную инсталляциями было запланировано еще год назад. Обсуждался их состав. В результате остановились на работах Николая Полискова. Подготовка началась в декабре. Такой сюрприз для жителей сделали в честь Масленицы. Конечно, это для того, чтобы провести праздник. Для того, чтобы наши жители могли оценить действия руководства парков, руководства администрации, руководства городских предприятий коммунальных. О том, что мы для жителей такие вот проводим праздники. И праздник, он обязательно должен быть с каким-то антуражем. И в качестве антуража были выбраны пять фигур. И это еще не все. Будут дополнения, которые выполнены в таком же стиле. Скульптуры стали главным украшением набережной. Это петушок, волчок, мишка и другие. Горожане оценили инсталляции. Прекрасное, чудесное оформление. Детки радуются. И мы довольны. Спасибо. А тебе как? Да. Нормально. Ой, хорошо. А тебе что больше всего понравилось? Какая фигурка? Вон та. А почему? Потому что она красивее вот так. Отлично все. Только что пришли. И очень хорошие фигурки тут. Будем привыкать. Вообще нравится? Конечно. Положительно. Да. Только наши граждане все это ничего не спортили. Потому что у нас очень все, что делают, молодежь, которая не умеет этим пользоваться, получается, портит. Поэтому, чтобы осталось все хорошо. Очень даже красиво. Нам очень нравится. Мы здесь каждый день гуляем. Вообще чистенько. Все очень хорошо. Мне нравится. Мне нравится и курица, нравится и волк такой. Такие зубы у него. Мишка там. Очень интересная бабочка у него, что ли, на ухе сидит. Красиво. Нужно такие вот вещи делать? Конечно, надо. Все одно и то же. Как это разнообразие. Выходишь, просто вот пройдешь, прогуляешься, посидишь на лавочке, на солнышке. Очень красиво. Ну, довольно интересно, аутентично. Показывает традиции русского народа. Новое оформление отлично, здорово, чисто, для детей много. Интересно. Такое шикарно. Мы, нам очень нравится. Как новые фигуры. Особенно вот фантазии вот тех, кто все это создавал. Им огромное спасибо. И вообще, мы в восторге от того, что у нас такая набережная замечательная. Да, мне тоже нравится. Необычно. Такого еще не было у нас в городе. Так что очень хотелось бы, чтобы это осталось. Пусть это будет медленно разрушаться. К лету выщипают дети всю травку, да, и все, и уберут композицией. Это было бы нормально. Так что очень хотелось бы, чтобы это не сжигалось. Очень классно. Мне так понравилось. Прям очень красивые такие. Вот прям сено. Вот как их сделали вообще. Ну, молодцы. Нет, ничего не скажешь. Молодцы. Хорошие такие. В домчимые. Во всяком случае, нам интересно. А уж детям-то и подавно, я думаю. Великолепное настроение весеннее в преддверии Масленицы. Это чудо, какое сотворили ребята. Такие золотые руки. Шикарно все. Я считаю, такого я первый раз вижу. Так что похвала тем, кто это сделал. И вообще за такую чудесную набережную, которую подарили пушкинцам. Мы тут гуляем с детьми. Сами взрослые всегда прогуливаемся. Всегда такое настроение шикарное. Теперь эти фигуры – главные звезды социальных сетей. Многие жители приходят на набережную, чтобы сделать красивые фотографии на фоне весенних декораций. Успейте и вы. Инсталляции простоят две недели. А после будут перемещены в один из городских парков. Мария Лихобабенко, Юрий Добрынов, Яков Глэйзер. Новости Большого округа. Документ во взрослую жизнь ивантеевские ребята, которым исполнилось 14 лет, получили свои первые паспорта. Четырем ивантеевским школьникам торжественно вручают первые паспорта. Уже по традиции церемонию проводят в городском отделении ЗАГСа. Поздравляет юных граждан лично председатель Совета депутатов городского округа Пушкинский Роман Иванов. Торжественно вручают паспорта в рамках общероссийской акции «Я гражданин России». Церемонию проводят в Подмосковье с 2019 года по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева. Известную многим историю любви сказки про Золушку показали на сцене музыкального колледжа имени Прокофьева. В знакомых всем героев – мачеху, принца, злобных сестер, Золушку и многих других – перевоплотили студенты первого и второго курсов отдела вокального искусства. На премьере музыкального спектакля побывала и наша съемочная группа. Вечером 2 марта концертный зал музыкального колледжа имени Прокофьева постепенно заполнялся зрителями. Все они пришли на первую премьеру этого года в учреждении на музыкальный спектакль «Король и Золушка». Этот спектакль действует тем, что там очень красивая музыка. И нашим студентам вокального отдела очень хорошо, удобно и интересно в этом спектакле исполнять свои роли, потому что он очень музыкальный. Спектакль «Король и Золушка» сделан по сюжету Шарля Перро, перевел его Иван Тургенев, а музыка здесь Георгия Портнова. В спектакле задействованы студенты первого и второго курсов отдела вокального искусства. Начали готовиться в октябре, были еще перерывы на сессию, а сами репетиции проходили два раза в неделю. Если для первокурсников все было в новинку, то и для второкурсников все иначе. Они уже играли в спектакле «Снегурочка» в прошлом году. Интересное было все. Все репетиции были интересные, проходили просто на одном дыхании. Как и, собственно, наш спектакль, который вы сидите. Почему? Потому что у нас очень интересные роли. У нас, мне кажется, самые такие каверзные какие. Вообще все роли интересные, но наши нам нравятся больше всех. Они нам очень подходят по характеру. Спектакль «Король и Золушка» – это история о любви, вдохновляющая на подвиги. Сюжет всем знакомый. Золушка мечтает попасть на бал и познакомиться с принцем. Мачеха этому не рада. Она заботится о будущем своих дочерей и очень хочет сосватать одну из них королевскую семью. А вот король желает счастья сыну и ищет ему скромную, добрую и привлекательную жену. И под это описание удачно подходит именно Золушка. Ну, вначале он такой весь из себя замороченный тем, что нужно выдать, ну, женить своего сына. Вот. И делает совершенно все для этого. То есть подключает всех абсолютно. И Эмилия, который вертится вокруг него, там, покупает платье, приглашение отдает. И он не видит ничего, кроме своей цели. Мачеха для меня была ролью на некое пересиливание себя. Потому что мачеха по канонам – это такая злобная женщина средних лет. Такая интригантка, такая мерзкая особа. У меня все-таки она получилась более смягченного характера, не настолько выступающая, злобная. Она любит своих дочек. Она относительно тепло любит своего мужа. Все же любит. И, наверное, если бы он не защищал Золушку, ненавистную девочку, которую на нее просто повесили, то, наверное, у них была бы большая любовь. Эрик и Иван исполняют главные роли. Стать Золушкой принцем, по словам ребят, было сложно. Особенно это касается тех чувств, которые зарождались между героями. Ведь оказалось, что показать истину любовь не так-то просто. Нам много раз говорили, мы не видим любовь в ваших глазах. На самом деле это сложно. После вот были прогоны полные. И в конце Николай Анатольевич, наша руководитель, подходил и говорил, «Вот все хорошо, все есть, все зрителю понравится, но вот нет чего-то одного, чего-то не хватает». «Самого важного». «Да». И вот мы сначала не поняли, и он нас уже не стал отниметь и говорит, что вот между вами не чувствуется любви. Что вот нет ее, что нужно... Ну, нам не объясняли, как делать. Но в итоге с поставленной задачей все справились. Каждый смог вжиться в роли, показать своего героя таким, каким он должен быть, каким его представляют и даже больше. Сейчас студенты третьего и четвертого курсов готовят свою премьеру. Это будет опера Моцарта «Свадьба Фигара». Я считаю, что все получилось. Ребята молодцы. И вся наша большая команда нашего музыкального колледжа всех дружно к этому подошли. И все мы друг друга поддерживаем, друг другу помогаем. И у нас на самом деле задействовано много людей. Поздравляем всю команду и студентов с премьерой спектакля. Евгения Коломец, Владимир Парфенов, Яков Глэйзер. Новости Большого округа. И о погоде на субботу. В регион возвращается зима. Так, 5 марта синоптики прогнозируют дождь и даже снег. Температура воздуха днем будет чуть ниже нуля. Ночью прохладнее. Минус 3, минус 4 градуса. Напоминаю, что все сюжеты можно также посмотреть в наших соцсетях. А на этом у меня все новости на сегодня. С вами была Лилия Хайрулина. Всего вам доброго и хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин